Прежде чем я сегодня буду рассказывать про свой педал-борд. Дело в том, что я недавно купил сумку и блок питания новый, короче, из Алиэкспресса. На стримах собирал и вот купил. И теперь моя жизнь изменилась. На самом деле, нет, стало реально удобнее, потому что мне надо теперь носить только вот этот чемоданчик с собой. И просто открываешь его и сразу играешь. Сейчас я покажу. А раньше как? Раньше я складывал все педали, все провода в рюкзак. Может быть, вы видели видосы, что в моей сумке года два назад он выходил. И там надо было все отсоединить, подсоединить. Короче, я сейчас покажу, как стало все классно. Я буду открывать на весу, потому что так удобнее будет смотреть. Так, открываем. Здесь еще дополнительный отсек, но там можно провода таскать и все такое. И тут вот у нас. Опа! Самое главное. У меня почему-то вот эта педаль все время отклеивается. И сползает. Но ничего, я все равно хочу поменять. Так, что мы видим? Я сяду. Итак, что мы тут видим? Мои педали пока не дали. И вот это все держится, чтобы не вываливалось на таких липучках. И внутри вот кощечка, сейчас мы ее достанем. Сам педалборд. То есть это сумка, а там педалборд. И тут у нас блок питания, который я тоже с Алиэкспресса заказал. Не знаю. Называется Power Pack Multi Output Power Supply. Не знаю. И педали. Ну, про педали я много раз рассказывал. Мне из этих педалей нравится только вот эта. Boss DS2. Вот. Мне этот дисторшн нравится. Хорус мне не очень нравится. Но, ладно. Про все эти педали можете посмотреть видео, что в моей сумке. Беринджеровский дилей. Ну, во-первых, это Беринджер, но он хотя бы тут металлический. Во-вторых, я хочу другой дилей. Чтобы он был поменьше. И чтобы там была педаль, чтобы натапывать ритм. Короче. Сейчас это просто... Он больше у меня не как дилей работает, а как украшение звука. Я не знаю. Ну, и тюнер тоже Беринджеровский, который через раз нажимается. Вот. И берем блок питания. Давайте все это вынем. Вот таким простым движением. И все. Можно, конечно, прямо из сумки играть. Ну, зачем? Вот. И все. И я уже готов типа играть практически. Надо только вот это воткнуть в розетку. Так. Вот. Светодиод загорелся. Ну, и вот эти провода я отключаю, чтобы они не упирались. В потолок сумки и не перетирались. Поэтому это просто надо заново все подключить. Тут есть вот это вход питания. Вот это 9-ти вольтовое питание. И тут еще есть на 12-ти, на 18-ти вольт аутпут. Это две штуки. Так. И вот это еще. Вот. Еще... Короче, вот. Хорус у меня верх ногами стоит. Потому что у меня вот эти патч провода, они короткие. Ну, вообще, надо другие педали, мне кажется, подбирать. Сейчас нет смысла особо это все переставлять. Ну, в комплекте к педалборду еще шли вот такие вот липучки. То есть, они крепятся вот так вот, прилепляются на дно педали. И можно, соответственно, педаль в любое место прилепить. Плюс вот такие вот стяжки-хомуты. Тоже можно что-нибудь примотать. В общем, да. У меня все не очень ровно и красиво, но это мой стиль. Так. И осталось только гитару откинуть. И провода я новые купил, но не из китая. Так. Входим мы в тюнер. Ну, нет, схема такая. Тюнер, потом дисторшн, потом хорус, потом дилей. Потом на выход идем. Сейчас надо что-то пробовать. Так. Втыкаем мы это все в наш Yamaha 3R5 по традиции. Здесь надо все эффекты убрать, потому что теперь у нас эффекты через педал-борки будут. Ну и все. Можно играть. Удобно. Короче, вот такой сетап. Сейчас все выключено. И, ну, допустим, хорус. Ну, хорус я редко использую. Только в каких-нибудь, типа, соляках. Ну, или в песне ключ, например, она играется на хорусе. Да, ну, можно еще и дилай бахнуть сверху. Чтобы было побольше шугейза, так сказать. Так, кажется, ничего не поменялось. Потому что я воткнул. Тут два выхода сделаю. Есть прямой выход. И выход с эффектом. Я в прямой. В байпас, короче, воткнул. Поэтому ничего не меняется. Думаю, что не так. Во. Так, ну, Distortion DS2. Классный, мне нравится. Сейчас он, вроде, настроен так, как мне нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, но чистый Distortion я почти никогда не использую. Потому что я же не играю в какой-нибудь металл. Тем более, звучит не очень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, как играет металл. Поэтому я люблю эффекты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, еще что прикольное, на этой педали дилея можно замутить что-нибудь такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это баловство, на самом деле. Но какой-нибудь шугей смутить можно. Если включить все на максимум. Ну, не на максимум. Мы, короче, все педали включаем. И что надо играть с такими эффектами? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это все, и кто в два года назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, в общем, вот, примерно такой звук мне нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И примерно на таком звуке я играю на репетициях. Ну, конечно, усилитель там не такой, побольше немножко. Ну вот. Короче, очень доволен покупкой. Спасибо за донат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо только еще сами педали поменять. Надо только еще сами педали поменять. Ну, конечно, круче было бы, если педалбор был большой, но мне было важно, чтобы он был компактный. И, в принципе, все, что мне надо, сюда влезло. То есть, при желании можно еще что-нибудь уместить. И блок питания, наконец-то, я купил нормальный, который там не фонит и не разваливается, и при этом еще и светится лампочками. Так что, всем пока!